Это сфера интересов, мы вернулись. Энтузиасты из Швеции добывают подорший биогаз из мусора. Мини-завод выкачивает из отходов метан, которые направляют на выработку энергии для передачи в городские сети. Наша страна деньги в проект пока не вкладывает, но предоставляет возможность инвесторам доказать, что и мусор может быть золотым. Анна Эйсмант общалась с разработчиками проекта в Швеции и в Беларуси. Он точно знает, что деньги не пахнут. Фредерик Карлман получил образование в Санкт-Петербурге и отлично говорит по-русски. Обращение с мусором в странах бывшего соцлагеря сегодня на уровне Швеции 100 лет назад. Мало перерабатывают, мало утилизируют, вторично почти не используют. А ведь из обычного бытового мусора можно извлечь много выгоды. В Польше работает пока два объекта и мы в процессе постройки еще два. То есть у нас с тобой четыре в этом году. И в Беларуси тоже в процессе первого проекта запустить. С директором компании Фредериком Карлманом мы встретились в Токгольме за несколько часов до его вылета в Беларусь. Последние полгода он живет на две страны, а больше бывает минимум два раза в месяц. Именно на Оршанском полигоне твердых бытовых отходов компания готовит к запуску установку для получения биогаза из мусора. Биогаз можно получить из многих источников, навоз, например, или мусор ТБО. И самый простой процесс может быть полигон, где лежит мусор. Мусор гнет и в течение этого процесса образуется метан. Метан обычно в атмосферу, но можно класть трубы и выкачивать этот газ, и использовать газ для производства, например, электроэнергии. Получение биогаза из мусора решает сразу две проблемы. Во-первых, это альтернативный источник энергии. Во-вторых, мусор ведь надо куда-то девать. Так лучше пустить отходы на благое дело, тем самым улучшив экологию. И шведы готовы Беларуси в этом помочь. Полигон под Оршей далеко не самый большой в Беларуси. И все равно здесь почти 8 гектаров земли, покрытой мусором. Зимой из-за слоя снега запаха почти нет. А вот летом хвалочный газ, который содержит метан, дает о себе знать. Плюс ко всему метан легко воспламеняется, что может привести к возгоранию мусора. Обычный мусор, обычная жизнедеятельность человека. То есть местами есть строительный мусор, если вы посмотрите, значит, для, так сказать, нашей установки это не очень хорошо. Потому что места, где захоронен строительный мусор, эти места почти что не дают биогазу. И вот такие установки мощностью 635 кВт позволяют извлекать метан из полигона и вырабатывать с его помощью электроэнергию. Первый этап работы это в теле полигона устраивается система скважин и трубопроводов, да, через которые биогаз попадает в саму газово-компрессорную станцию. После мониторинга газа передается в газопоршневой агрегат. Это газопоршневой агрегат, представляет собой двигатель внутреннего сгорания, который этот газ как топливо перерабатывает и через генерирующие мощности передает в электросеть. Вот так шведская компания украсила мусорную свалку под Оршей миллионам евро. Именно столько стоит установка по производству биогаза. Все затраты несет крупнейшая шведская инвестиционная компания. У белорусской стороны нет никаких рисков. Орша это самый маленький проект, ну немножко больше миллиона евро. Кладывает только мы за счет средств инвестора. Деньги шведский, мусор белорусский? Да. В среднем один полигон можно эксплуатировать для выработки биогаза 10-15 лет. Затем его закрывают. Засыпают горы мусора, достигающие порой 30-50 метров и которые уже не содержат ядовитый газ землею и засеивают травой. По крайней мере так делают в Западной Европе. И это не предел. Как вариант возможно и гольф-поле. Возможно горнолыжный курорт. С момента проектирования до окончательной установки прошло чуть более полугода. И уже в апреле эко-мини-завод по производству электроэнергии готов заработать. В планах нашей компании в текущем году существует еще три таких же проекта, аналогичных в Новополоске, Витебске и в Гомеле. В текущем году я думаю, что мы справимся. А если при общении с чиновниками возникают трудности, Фредрик приводит понятный любому белорусу пример. Даже небольшой старой свалки площадью в несколько гектаров достаточно, чтобы в течение пару лет отапливать биогазом вот такую ледовую арену. Анна Эйсман, Николай Рузавин, Виктор Борисов. Сфера интересов.